Здравствуйте, большая желтая банда из Питера. Давайте чуть-чуть отойдем, тут ребята катамаран затаскивают. Представьте, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте, Наталья, Марина. Расскажите, где вы у нас отдыхаете? Мы отдыхаем в Джимете, улица Морская, 18, гостевой дом, у нас Розовый фонтан называется. Так, сколько вам ходить до моря? Это самый интересный и важный вопрос, потому что Морская, она находится очень близко, то есть там дальних адресов по ней в принципе нету, то есть самое близкое, наверное, место на Джимете, по идее. Самое большое, что мы можем проползти, это через наш бархан, это займет 3,5 минуты. Но если с утрица и на голодный желудок, то это будет минута. За минутку до моря, да? Что нас, собственно, и привлекает в нашем проживании. Расстояние-то сколько там получается? 50 метров. 50 метров. Так, расскажите, что ваш гостевой дом вам вообще предлагает, в каком номере вы отдыхаете? Мы, значит, снимаем апартаменты, они у нас на втором этаже. Стоимость наша при раннем бронировании составляет 6,5 тысяч рублей, но если более дальние, это, естественно, будет где-то 7. В номере у нас, соответственно, огромных два балкона, две большие комнаты, сплит-система, разделенный санузел и огромная гостевая кухня, что нас очень устраивает. Общая площадь? 79 квадратных метров общая площадь у нас. А сколько у вас дома квартира? У меня? Да. В принципе, так же, у меня трехкомнатная. А вас? У меня 36 квадратов студия. То есть, вообще, на самом деле, это прям гигантские апартаменты. То есть, у вас там, вы, в принципе, туда и приехали, да? Только еще семья какая-то к вам подъехала. То у вас там вообще хороба, наверное, по ощущению. Просто я сам жил, у меня комната 18, 4 квадратов. Если и вещь, понимаете? То есть, здесь 80 звучит прям вообще страшно. Так, идем дальше. Что вы получаете, как бы, вот за эти денежки, которые платите? Какие условия вам еще предлагает гостевой дом? Я так понимаю, что у вас кухня своя, готовить можете сами. Во дворе. А, вот на балконах расскажите, что у вас там. У нас на балконах присутствует, значит, лайт-система для загадки. А что, лайт-система? Лайт-система, вот шезлонги. А, просто именно шезлонги так называются? Да, да. У нас в Петербурге это так называется. То есть, я думаю, лайт-это для меня свет, то есть, я думал, может, свет какой-то стоит в окно. Просто именно шезлонги стоят, чтобы вы загорали. Да, шезлонги, значит, стоят у нас кресло, столик. Мы можем там отдыхать, загорать, проводить какое-то время. Двор у нас просто шикарный. Во дворе у нас, почему у нас называется гостевой дом именно розовый фонтан? Во дворе у нас стоит фонтан женщины. Женщина держит амфору, и это все прекрасно смотрится. При этом, когда мы заезжали, у нас в этом фонтане были лепестки роз. Просто замечательно смотрится. Верчерни, такое журчание водички. Да, мы просыпаемся под этот фонтан. Так, вопрос номер два. Бассейн. Бассейн только для детей в виде надувного. Ну, маленьких детей, соответственно. Опять-таки, у нас там шезлонги. Детский городок сделан. Качели. Качели, домики. Для взрослых у нас тоже всякие разные качели присутствуют. Опять-таки. Эти беседки. Теневая зона. Есть же мангалы. Зона мангала, да. Все это у нас присутствует. Анимация? Нет, анимации нет. Так. Очень такой тихий семейный шум. Ну, и самый главный плюс – это доступность моря. Да, доступность моря. И вокруг у нас очень много разных кафешек, столовых по карману. Так, а почем вот вам выходят столовые обеды? И в какую вы ходите столовую демотер? В какую мы только не ходили. А вот нам очень понравилось кафе Клим. Да. Ну, это на пионерке. Я знаю, да уж, почем там вам вышло. Средний ужин с алкоголем у нас вышел 70 рублей. Это сколько человек у вас было, чтобы раз было? Пятеро. Пятеро было. Соответственно, трое взрослых, двое детей. Но мы заказывали семгу на мангале. Как там семга? Корочка какая-нибудь. Обалденная. Я сегодня только грушу ел. Благодарю подписчиков, которые меня угостили. Чтобы сейчас я не прям не сошел слюной. Я просто представляю какой-то вкус. Так, в каких вы были местах у нас? Мы были в Анапе в центре. Мы отдыхали на улице Горького пару лет назад. А так мы вообще приверживались, конечно, Джимитэ. Это наше все. Так, самый главный вопрос. Первый, кого я встретил, кто был в Бороборо. И вам там понравилось, в принципе. Расскажите, во-первых, цена. Сколько там стоит? Что по чему? Значит, Бороборо. Вход по будням тысяча рублей с человека. На ходные дни. Тысяча двести. Это значит, как у нас получается, с десяти утра до двадцати ноль ноль. После двадцати ноль ноль детям запрещено находиться там. Идет вечерняя программа уже восемнадцать плюс за отдельную плату. Вы были на дневной, да? Мы были на дневной с детьми, да. В сумму тысячи или тысяча двести входит шезлонка полотенца. Далее. Мы пользуемся детским бассейном, средним бассейном, ленивая река и глубоководным бассейном шесть метров, который сделан в виде древнего города на дне, со стеклянными стенами. Там все это можно фотографировать. Это можно фотографировать, снимать на видео. Красиво. Смотрится просто классно. Так, что там за дополнительную стоимость? За дополнительную стоимость. Питание. Алкогольный бар. Питание, детское меню. И серфинг-волна. С серфинг-волну мы не пробовали, потому что у нас неинтересно. А еще там есть зоны крытые. Значит, шатры. Шатры. Со столиком это восемь тысяч стоит. А без столика чисто лежаки такие, это шесть тысяч. Но если мы идем в больших компаниях, то выходит, что ты по тысяче так отдаешь денег, что на шесть тысяч взять шатер на всех. Тоже самое. Мы сразу не подумали, не взяли. Так, сколько в общем у вас вышло по цене? Средний чек там выходит на человека пять тысяч рублей с питанием. То есть это провести день в Барборо пять тысяч рублей? Средним. Вот у нас получилось на троих. Вход у нас получился 3600. А по факту по браслетам мы уже расплачиваем, мы заплатили еще 6800. Ну, то есть это зависит от того, сколько ты сам захочешь что-то съесть. То есть десяточку они на троих отдали. Так, как вам вообще в целом? Хотели бы туда еще попасть? Хотели. Мы были второй раз уже. То есть, значит, вам понравилось? За один день мы получили немножечко такой турецкий загар, турецкое наслаждение. Очень яркие фотографии, ну и настроение. То есть все понравилось? Все понравилось, да. Так, можете посоветовать людям, то есть кто хочет, допустим, бассейн отдыхать. Очень много там селфи-зон сделано бесплатно. И там ходят в одеты мини-маус, там уточка какая-то. Для мужчин отдельно есть стриптиз. Бесплатно. Вот это где-то увидеть уже успела. А, да-да-да, там две девушки в клетках развиваются. А где он там как-то? А там сходят зона отдельно 18+, детям туда не разрешено заплывать. Бар находится, алкогольный бар в воде. Ты сидишь на стоечках в воде, тебе подают прямо в бассейн, посмотрите, просто классно. Еще классно. Еще и станцует, и споет. В общем, отлично. А вы говорили, там еще кто-то выступал, какая-то группа? Там каждый выходной кто-то выступает. Вот 20-го числа было бора-бора ровно три года. И выступали Астик и Арти. А вчера там пиджаков был, да? Да, пиджаков. А в дневное время никого не было? В дневное время. В дневное время. Там и Артур Пирожков, и Бузова, и Крит с достаточно известной личностью. А вы в вечернем были там? Дорого. А по чем? 3000 рублей. Из человека просто входа, да? Не, но я видел рекламу, что на трехлетие 2,5 тысячи билеты были. Это в интернете, и то они были как контрафактные. А, вот так. Так, контрафактные. По-моему, уже много, надо будет потом это. Нет, вообще нормально, то есть информация. Еще мы были в Абрау-Дюрсу. Шикарное место. Прямо с люди потекли. Красивое озеро, да. Я была второй раз, и причем я тебя как бы сагитировала на это дело. Классная экскурсия по винзаводу, по тоннельчикам, по этим. Дегустация. Дегустация. Ну, разница с дегустацией без дегустаций 10 минут. За 10 минут нам предложили 7 образцов шампанского. Два из них оказалась. Первая вода, 4 воды называется, бутылка такая литровая. 115 рублей, по-моему, у нас тут. Очень вкусная виноградная водичка. Ну, не проекте, мне тоже вода понравилась больше всего. Да. И последнее шампанское тоже там разлили, мы выпили, все вкусно. Ну, а это казалось шампанское Абрау-Юниор. Детское шампанское безалкогольное. Вот. А так, конечно, быстро прогнали все это. Там немножко печенюшек было маленьких, такие, чтобы закусить, перебить этот вкус одного шампанского. Ну, вам понравилось. Ну, все понравилось, конечно. Тоже можете снять. Народ оттуда выходил весь счастливый, сразу через магазин все уже что-то покупали. На все готовые они были уже. Все готовые были, да. Я тоже купил и водички, и шампанского, и сыр они там сами делают, кусочек сыра. В общем, а мы были на морской прогубке. Нам тоже все очень понравилось, нам провели экскурсию в течение часа, подавали тоже бокал шампанского. Это на вечернего были? Да. С закатом? С закатом, но нам еще плюс, нам обещали музыкальные фонтаны, но они именно в этот день сломались. У нас это нисколько не огорчило, у нас была прекрасная экскурсия, и потом замечательная столовая. Опять вот о чем поговорить, да? А потом был шашлычок и овощи на гриле. Вообще шикарно. Бедные те, кто будут смотреть на Голодный Желудок, наши садичные всех. Так, давайте ваши подарочки. Маленький презент из Петербурга. Покажите. От большой желтой банды. Это все, что связано с Петербургом. Мосты разводные, и это что, отсвечивает собор? С Сакитский собор. С Сакитский собор. Ну и, соответственно, пакетик тоже Санкт-Петербург. Так, ну и может кому-то приветы хотите? Привет передаем нашему любимому, дорогому поселку Поляны, Ленинградская область, Выборгский район, и всем тем, кто нас знает. И мы тоже. Ты хочешь привет передать? Больше всех переживал. Здрасте. Здрасте. Как тебя зовут? Кубасов Никита. Тебе нравится Бора-Бора? Да, очень. Загорел тоже. Красавчик. Давай бабушке привет. Хочу передать привет Елене Викторовне, моей бабушке из поселка Поляны. Все, маши ручкой. А дедушку забыл? Дедушке тоже привет. Отлично. Все, вас благодарю за интервью, и пока-пока. Спасибо, пока-пока. Юра!